Губернатор Евгений Кувишев провел встречу с председателем правительства Свердловской области Денисом Паслером и областным министром финансов Галиной Кулаченко, чтобы обсудить основные параметры проекта бюджета региона на 2014 год и плановый период 2015-16 годов. Должны в первую очередь подготовить проект бюджета, внести его, как обстоят дела, вложить об основных параметрах бюджета для того, чтобы приступить к дальнейшей работе по реализации. Проект бюджета Свердловской области на 2014-2016 годы формируется в соответствии с бюджетным посланием губернатора. Галина Кулаченко доложила главе региона, что в проекте документа предусмотрена реализация главных требований. Предъявляемых бюджетной политике Свердловской области, системная поддержка экономического роста, повышение эффективности бюджетных расходов, укрепление конкурентной способности промышленности региона, выполнение социальных обязательств в рамках реализации майских указов президента Российской Федерации. Прогнозные доходы консолидированного бюджета составляют 212,5 миллиардов рублей. Доходы областной казны, по прогнозу, при этом составят 165,8 миллиардов рублей. Прогноз собственных доходов бюджетов муниципальных образований – 46,7 миллиардов рублей. Кроме того, из областного бюджета местным бюджетам предусматриваются межбюджетные трансферы в сумме 13,8 миллиардов рублей. Это практически двойное увеличение по сравнению с текущим годом. Доходы у нас получились 165,7 миллиардов, это областной бюджет, расходы 190,3 миллиардов, при плановом дефиците 24,5. Какие были подходы? Первое, что у нас сегодня, это изменение в доходной части бюджета, это изменение по перераспределению доходных источников между субъектом и муниципалитетами. Это коснулось в первую очередь НДФЛ, мы уже отрегулировали этот вопрос, вы подписали этот закон, когда мы уменьшали проценты с семи до трех, это те, которые закреплены у нас на постоянной основе. Кроме того, федеральный законодатель у нас уменьшил в целом НДФЛ на 10% муниципальное образование. Эти изменения в том числе и идут. В правительстве подчеркивают, что при формировании бюджета сохранена его социальная направленность. Так учтены расходы на повышение заработной платы по указам президента Российской Федерации работникам бюджетной сферы в размере 10 миллиардов рублей. Еще 25,6 миллиарда рублей составят выплаты социальной направленности. Один миллиард рублей направят на обеспечение жильем детей-сирот. Также предусмотрены средства на реконструкцию детских садов и создание дополнительных мест в детских садах в размере 4 миллиарда рублей. Около 300 миллионов рублей направят на строительство более 30 доступных и малобюджетных спортивных объектов. Проект бюджета сформирован с применением программно-целевого метода планирования. Более 90% объема бюджетных расходов против 20% в предыдущем периоде нашли свое отражение в 28 государственных программах министерств и ведомств Свердловской области. Продолжение следует...